МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, уважаемые зрители телеканала Десна-ТВ. С вами Любовь Мишакова. В ближайшие 10 минут о главных событиях города и области смотрите в информационном выпуске. Нарушений, скажем, очень много. Мы с этим будем бороться, чтобы все привести к одному единому знаменателю. Глава Десногорска встретился с коллективом первой школы. Дед у нас был очень такой боевой. Характерный. Акция «Лес Победы» продолжается. Аллегория Десногорска, аллегория моря, аллегория Японии. Выставка работ учащихся художественной школы. Когда звучит песня, и чувствуется, что они поют душой. Отчетный концерт Ивушек и Сударушек. А теперь об этих и других событиях подробнее. Пять лет назад, 20 апреля 2012 года, решением президента Алексей Островский стал временно исполняющим обязанности губернатора Смоленской области. Через несколько дней, 26 апреля, с его кандидатурой согласились депутаты регионального парламента, и приставка в Рио исчезла. А 13 сентября 2015 года он стал всенародно избранным губернатором, одержав уверенную победу на выборах. Профильные комитеты Смоленской областной думы приступили к предварительному обсуждению отчета губернатора о деятельности региональной администрации за 2016 год. Согласно закону, с таким отчетом глава субъекта ежегодно выступает перед депутатами. Глава Десногорска Андрей Шубин продолжает рабочие встречи с коллективами муниципальных предприятий. 19 апреля он посетил старейшую школу нашего города. О том, как прошла встреча, расскажем в нашем сюжете. В первой школе сейчас 847 обучающихся и 106 работников. Средний возраст педагогов – 48-50 лет. Директор школы Виктория Сенькина среди ряда проблем выделила и проблему кадрового обновления. Школе 43 года и, естественно, нужен ремонт теплицы, гаража, требуют замены оконные блоки. Необходимо обновление материально-технической базы. Андрей Николаевич всё внимательно выслушал и пообещал поддержку. Педагоги, в свою очередь, интересовались, будет ли отремонтирован мост по дороге на Николаевское. Когда заработает ледовый дворец? Кто наведёт порядок с парковкой автомобилей во дворах? Мы должны работать вместе. Вот тогда будет результат. А то, что касается парковки на газонах, возле мусорок камер, эта работа в городе организована. Муниципалитет в этом направлении работает. Штрафы там большие, там на 3-5 тысяч рублей. Вот уже на протяжении последних двух лет эта активная работа продолжается. На все вопросы глава ответил, а поскольку был ограничен во времени, предложил остальные имеющиеся передать управляющей делами администрации Василине Черных, которая сменила на этом посту Максима Иванова. Получился такой вот полилог в основном с нашим педагогическим составом и с нашими сотрудниками, потому что видно, что проблемы города, хоть они и есть, но очень важно то, что эти проблемы всё-таки будут решаться. И решается уже сейчас. Даже стоит сказать о нашем бассейне. Мы очень рады, что действительно ими занялись. Рабочие встречи с коллективами муниципальных предприятий будут проходить в течение апреля. Результаты работы по пресечению транзита в Россию под санкционных товаров из Республики Беларусь через территорию Смоленской области, а также противодействие незаконной миграции обсудили на заседании Координационного совета по пограничной политике. В прошлом году выявлено 274 нарушения правил ввоза под карантинной продукции. За этот же период за пределы России выдворены 36 иностранных граждан, 97 – депортированы. В 2016 году фактов незаконного ввоза оружия и боеприпасов из Белоруссии выявлено не было. Крупный улов попался смоленским полицейским в рамках операции «Путина». На этот раз в сетях правоохранителей оказались браконьеры с Десногорского водохранилища, которые незаконно ловили рыбу в период нереста. У нарушителей изъято 700 метров снастей и 400 пойманных рыб разных видов. На мужчин уже наложен штраф в 90 тысяч рублей и возбуждено уголовное дело. За незаконный вылов рыбы им грозит лишение свободы на срок до двух лет. Эколого-патриотическая акция «Лес Победы» реализуется в Десногорске третий год подряд. Возле Дома творчества уже образовалась целая аллея славы в память о ветеранах, проживавших на территории нашего города. В этом году она пополнилась еще десятью саженцами. 20 апреля в акции приняли участие воспитанники Дома творчества и детской художественной школы вместе со своими педагогами и родителями. Почетными гостями мероприятия стали ветеран Великой Отечественной войны Николай Тимофеев, ведущий специалист Комитета по образованию Татьяна Светнева, ветеран педагогического труда Нина Попова, председатель Десногорского городского совета ветеранов Игорь Журавлев и ветеран Вооруженных сил Сергей Тощев. Проект придуман и инициирован председателем Совета общественной лесной инспекции «Зеленый патруль» Нарафаминского района Московской области Игорем Маховым и реализуется с 9 мая 2014 года. Высадки деревьев в этот день вместе с детьми и педагогами приняли участие и родственники двух ветеранов. Это дочь и правнуки Михаила Добрынина и внучки и правнук Ивана Миренцова. «Посадил это дерево мой сын, это получается правнук моему дедушке, деду Ивану. Хорошо, хорошо тем, что мой сын уже знает о нем, чтит память, он будет рассказывать своим детям в дальнейшем. Для него это большое значение, как и для правнука имеет. А дед, дед у нас был очень такой боевой, характерный». «Это очень хорошо, это очень хорошая, между прочим, примета такая, что вот дети это, может, что-то и запомнят». В этот день еще 10 рябинок-саженцев во дворе Дома творчества увековечили память героев-земляков, которые внесли огромный вклад в освобождение нашей страны от врага. А значит, что память об их подвиге будет жить вечно. А в Смоленске появилась аллея Года экологии. В закладке памятной аллеи принял участие глава региона. Высажено 30 молодых либ. Эти неприхотливые деревья не требуют специального ухода и достаточно быстро растут. Уже через 8-10 лет их высота достигнет 5 метров. Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта в Смоленской области проверили состояние проблемных дорожных участков. В маршрут проверки были включены автодороги на интерактивной карте, за которые проголосовало наибольшее количество неравнодушных граждан. В настоящий момент на интерактивную карту Смоленской области нанесено 224 проблемных объекта. Из них 128 в самом Смоленске, 96 в районах области. 19 апреля в выставочном зале «Феникс» открылась выставка работ учащихся детской художественной школы под названием «Звездочки ДХШ». Все подробности далее. Такие выставки художественная школа организует ежегодно. На них педагоги стараются показать лучшие работы своих воспитанников. Здесь можно увидеть всё, чему ребята научились за 5 лет обучения. «Пятый класс – это этап развития будущего художника, когда уже можно показать своё творчество. Плюс то, чему дети научились за годы обучения в художественной школе. Постарались отобрать разнообразные по технике работы, по исполнению. Это и графика, и живопись, и декоративно-прикладное искусство. Это всё, чем мы занимаемся в художественной школе». В этом году экспозиция состоит в основном из композиционно-творческих работ 15 юных художников. С первой выставкой ребят поздравили и сказали напутственные слова их педагоги – Елена Шулакова, Алёна Васильева и Елена Самедова. «Мы тоже горды вами. Мы тоже очень рады, что состоялась такая выставка». Воспитанники художественной школы за время обучения принимают участие в городских, областных, зональных и международных выставках и конкурсах. В этом году Полина Якутина представляла наш город в фестивале одарённых детей «Уникум», который проходил в Санкт-Петербурге. «Незабываемые впечатления остались после этой поездки. У нас была экскурсия в Санкт-Петербурге. Я как бы не была ни разу в Петербурге. Мне было очень интересно побывать в этом городе. И так показывались работы, которые тоже из других городов». Участие в выставках и конкурсах даёт возможность юным художникам развиваться не только творчески, но и всесторонне. В Смоленской областной универсальной библиотеке проходит просветительский фестиваль «Читающая Смоленщина». В насыщенной программе фестиваля – литературные встречи, презентации новых изданий, лекции, экскурсии, мастер-классы, квесты и викторины. 20 апреля в зале детской музыкальной школы нашего города состоялся отчётный концерт народных самодеятельных коллективов ГЦД хора «Ивушка» и ансамбля русской песни «Сударушки». Бессменным руководителем обоих уже на протяжении многих лет является Валентина Бурнаева. Все подробности прямо сейчас. Участники коллективов сменяли и подхватывали друг друга в непрерывном хороводе, а зрители в зале непременно поддерживали всех аплодисментами и громкими возгласами «Браво!». Многие полюбившиеся песни зал пел вместе с исполнителями. На концерте присутствовала комиссия из Смоленска, которая приехала специально и подтвердила звание «Ивушки» и «Сударушкам» народный самодеятельный коллектив. Но лучшей наградой для самих выступающих стали аплодисменты зрителей, долго не смолкавшие в зале. Голоса замечательные. Валентина Ивановна, конечно, низкий поклон, что она так работает. Девочки не только пели, плясали прекрасно. Такое настроение, вот знаете, как будто побывал где-то на таком, как в раю побыл. Спасибо всем. Такие чудесные песни, невозможно оторваться, все время аплодисменты. И просто вызывает такую радость, что вот наши женщины могут так петь. Благодаря вот таким музыкальным встречам с гордостью осознаешь, что мы наследники богатейших музыкальных традиций. Десногорцам дорога русская песня и удивительная певческая культура. 18 апреля в 17 часов 50 минут на светофоре возле Уюта произошло очередное ДТП. Автомобиль Volkswagen Passat на высокой скорости протаранил остановившийся Mitsubishi Pajero. Обе машины получили серьезные механические повреждения. Пострадавших нет. И это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. С этими и другими новостями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала disna.defis.tv.ru Благодарю за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин